Сейчас мы имеем дело с весьма ангажированными людьми, которые любой ценой добиваются смены власти посредством уличного хулиганства. Кстати, украинское законодательство, ограничивающее так называемую свободу собраний, ничем не хуже недавнего испанского закона, о котором сообщали шесть недель назад. Сейчас налицо очевидная попытка подорвать конституционный строй крупного европейского государства. А поддержка европейскими парламентариями процессов, направленных на смену режима посредством уличных волнений, не может не шокировать. Именно этого и добивается Евросоюз. Смена режима, смена правительства. В Евросоюзе хотят оказывать влияние на Украину в долгосрочной перспективе. Дело не в экономических стремлениях, это просто экспансия на восток. Дело не в этом. Четыре года назад на Украине прошли выборы, которые были признаны свободными и справедливыми. И если сейчас нужно сменить правительство, то делать это также необходимо на выборах. Почему бы тогда митингующим не подождать до выборов весной 2015 года? Именно. Мы даем понять, что поддерживаем. Мы видели, как бывший министр иностранных дел Германии Гиде Вестервелли и официальный представитель государственного департамента США Виктория Нуланд раздают в Киеве на баррикадах печенье. Вы можете себе представить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Барселону, чтобы поддержать каталонских сепаратистов? На Украине мы наблюдаем чрезмерное терпение правительства по отношению к уличному насилию. Такого не позволили бы в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе. Но что послужило причиной демонстрации? Причиной демонстрации стало то, что президент Янукович и украинское правительство под давлением Москвы, под давлением России в последний момент отказались подписывать соглашение об ассоциированном членстве с ЕС. Нет, извините, вы допускаете фактологическую ошибку. Вы говорите о ситуации, когда президент Янукович имел полное право сказать «нет» ужасному соглашению, которое в случае его подписания обошлось бы Украине в десятки миллиардов евро, чего Киев позволить себе не может. Тогда как Россия оказала Украине помощь в размере 15 миллиардов долларов. Очевидно, что Европа хотела получить даром свободный доступ на украинский рынок. И дело здесь исключительно в геополитике. Геополитика все равно.